Предварительные итоги единого дня голосования, который состоялся 8 сентября, подвели сегодня в Ненецком округе. Дополнительные выборы в собрании депутатов Ненецкого округа по одномандатному избирательному округу номер 8 Городецкий прошли в Новинмаре в единый день голосования. На один депутатский мандат претендовало 5 кандидатов. Явка составила 29,77%. Победу на выборах в окружной парламент одержал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Попов. Его кандидатуру поддержали более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. Это 611 человек из 1209, пришедших на избирательные участки. Поддержали кандидата от КПРФ Татьяну Антипину 321 человек. Практически в два раза она уступила лидеру голосования. Третьим по числу набранных голосов оказался представитель ЛДПР Андрей Жинь. У него 116 голосов избирателей. Ирина Айдулина, выдвинутая Ненецким региональным отделением партии «Коммунисты России», получила поддержку 79 человек. А представитель партии «Родина» Марина Банникова – 28. Таким образом, при явке почти 30% дополнительные выборы в собрании депутатов Ненецкого округа состоялись. В настоящее время состав окружного парламента сформирован полностью. В него входят 19 депутатов. Подведены предварительные итоги голосования депутатов Совета городского округа «Город Нарьинмар» 4-го созыва. В новый состав представительного органа власти окружной столицы вошли 15 депутатов. 14 из них были выдвинуты Ненецким региональным отделением партии «Единая Россия», один от КПРФ. По итогам голосования в состав Совета городского округа «Город Нарьинмар» 4-го созыва вошли Елена Абеленцева, Виктор Гмырин, Денис Гусев, Вера Дроздова, Ольга Казицына, Михаил Кушнир, Виктор Кыркалов, Анастасия Липунова, Олег Плесовских, Юрий Суський, Александр Терлецкий, Елена Хабарова, Светлана Хозяинова, Евгений Шестаков, Ирина Яркина. Состав Совета городского округа сформирован полностью сроком на 5 лет. Подведены итоги голосования в Заполярном районе. Явка по единому избирательному округу на выборах в районный совет составила более 25%. К выборам были допущены списки семи политических партий. Пятипроцентный проходной барьер преодолели только четыре партии, сообщили в окружном избиркоме. По предварительным данным из десяти мандатов, распределяемых по единому избирательному округу, партия «Единая Россия» получит пять мандатов, КПРФ-3, партия «Родина» и ЛДПР по одному мандату. В срок до 12 сентября муниципальная избирательная комиссия Заполярного района намерена официально опубликовать окончательные итоги выборов в представительный орган районной власти. После этого региональные отделения политических партий, получившие место в новом составе Совета, должны будут направить уведомления к кандидатам для формирования персонального состава районного совета. Из числа кандидатов-списочников сообщили в окружном избиркоме. Известны имена шести выбранных депутатов Совета Заполярного района, которые избирались в трех двухмандатных округах. Все они представители «Единой России». Наталья Латышева и Николай Литков одержали победу по избирательному округу номер один «Западный». Галина Дуркина и Григорий Сергеев были первыми по избирательному округу номер два «Восточный». Также в состав Совета Заполярного района вошли Владимир Крупа и Марина Ляпина, избиравшиеся по избирательному округу номер три «Искательский». По предварительным итогам выборов главы муниципального образования «Колгуевский сельсовет» победу одержал Николай Майков, набрав более 35% голосов избирателей при явке свыше 64%. Главой Хоседа Хардского сельского совета жители поселения избирали Андрея Танзова, отдав за него почти 45% голосов. Явка составила порядка 40%.